современная драматургия для исследователя это и интересное довольно странное явление потому что если я вас сейчас спрошу как вы представляете себе современный литературный процесс ну хоть российский хоть европейский скорее всего вы начнете предлагает мне образцы просто я в этом на сто процентов уверенно и навряд ли кто-то из вас говоря о тенденциях современности будет приводить пример тексты вот этого интересного рода литературы и вот у меня появилась такая версия о том что современная драматургия сейчас отчасти является слепым пятном в нашем читательском сознании отчасти в зрительском сознании тоже и хотя на самом деле современная драматургия действительно интересно вот как-то она не репрезентативно как-то мы ее забываем и я сама не так давно читала лекцию все что вы хотели знать о современной литературе мы боялись спросить и я себя поймала на том что о драматургии я практически ничего не сказала я приводила пример именно текст эпического рода это странно но это так и когда критики говорят они тоже в общем драматургии где-то помещают на периферии нашего сознания мы понимаем то что не названного становится 0 позиции вот я бы хотела побороться с этой позиции и измену драматургии вам представить чтобы понимать что такое современная драматургия нам с вами нужно идти от современных концепций театра потому что драма это синтетическое искусство и помимо собственно драматургического текста существует рядовой интерпретации сейчас одна из самых актуальнейших тенденций осмысление театра это концепция постдраматического появилась она в 1999 году ну то есть появилась еще 70-е к нам пришла вот как раз в конце 90-х годов автор ее ханстис лемон который написал книгу под этим названием вот я вот тут немножко как-то укрупнила вытягивала фотографии он гораздо худее так вот в чем суть концепции постдраматического театра концепция это как раз таки в том что текст а мы привыкли все таки что это драматургия это некий текст который потом режиссер работает интерпретирует появляются разные трактовки сценические он вообще принципе не ваш вот это явление получила название эмансипации от художественного текста и запустила такой своеобразный обратный отчет то есть текст можно создать в рамках театра что называется с нуля все это абсолютно новаторская скажем тогда россии например была в 90-е годы концепция почему то есть если вспомнить 90-е годы там вообще в свое время стояла проблема выживания гораздо больше чем просмотра какого-либо текста со сцены или чтения и как раз таки вот в конце 90-х начали рушиться фреймы восприятия нами театра то есть театр это что там театральная сумочка барышня шляпку надела и вот она пошла под ручку вот именно 90-е годы стало понятно что это театр вообще не про это и это не вечер проведенный там как мы вели опросы почему вы оказались в театре элитном отвечали а меня там вот жена вытащила вообще не про это дальше ханстин слева говорит о том что в сущности не важно и деление на роли то есть вот мы привыкли до что драматическому тексту предшествует описание действующих лиц и потом у нас весь текст разбит собственно по нараторам то есть тем кто говорит это сущности тоже неважно потому что вот эта проблема нарративности говорения для современного театра она тоже в качестве ну и дальше собственно говоря самое важное на мой взгляд это отказ от концепции мемесиса мемесис я напомню это подражание и вообще говоря литература вот все века она как раз таки о том чему нужно подражать идеальному прекрасному либо безобразному нужно отражать действительность и наоборот ее предельно точно изображать так вот мемесис для современного театра вдруг какой-то момент стал неважно и вот если мы будем иметь ввиду концепцию постдраматического театра нам будут понятны очень многие процессы которые в современной драматургии происходит вот например совсем недавно состоялась премьера модного во многом сейчас театра тру в петербурге кентерберийские рассказы то есть вы знаете что автор кентерберийских рассказов чесар да это сборник новелл и вот что да в чем суть вот посмотрите на рекламу вы увидите что в принципе как представляется нам этот спектакль но очень похоже на рекламу какого-нибудь сериала да то есть вот герои расставлены не хватает собственно там вот ну на собственно фотографии подписи там кто актеры и когда выходит когда премьера и так далее это спектакль гипермаркете я привожу пример этот спектакль именно потому что вот это такая полная реализация концепции постдраматического театра то есть у нас есть некий претекст на кентерберийские рассказы они предельно переработаны как проходит спектакль вот на количество актеров здесь и вот зрителей может быть ровно столько сколько здесь актеров и если вы приходите на этот спектакль с вами работает один актер он вводит вас по гипермаркету и рассказывает вам историю кентерберийских рассказов дальше в концепцию постдраматического театра входит и концепция сайт специфик вот о чем я говорила спектакль создается из пространства то есть вот то пространство которое представлено как поле деятельности она вынуждает вот в этой как раз таки интерпретации пространство создавать некий текст как вы понимаете он не имеет никакой фиксации он каждый раз создается заново и такие опыты что самое в общем примечательное и приятное были у нас в челябинске сейчас мне кажется уже вырастают из челябинска но тем не менее вот я предлагаю вам обратить внимание на деятельность ликвицы это они когда-то начинали в подвале манекена да в театре студии манекен затем из него вышли сейчас играют в центре верхольда и они представляют как раз таки вот такие вот спектакли которые закручиваются вокруг человека стоящего на определенной точке определенного пространства они занимаются не только этим интересные спектакли не сделали по пьесам по пьесе саша денисова алиса государства очень популярный проект из-за своего политического отчасти содержания это такое это спектакль для детей вроде бы но вот по мотивам льюиса кэрролла они рассказывают о том как должно быть устроено демократическое государство и там есть живущие на болотах единороги но в общем короче говоря все вот политические силы так или иначе в этом спектакле представлены и дети по результатам этого спектакля должны в общем что то понять как устроено гражданское общество и каков каким оно не должно быть в общем механизма нарушения гражданского состояния дальше современную драматургию невозможно понять если не учитывать некоторые культурологические концепции вот в частности я рассматриваю современную драматургию через биографию идеи это идея канадского социолога он выдвинул несколько тезисов по которым создаются тренды в искусстве то есть он выделил людей которые переносят идеи он выделил некоторые законы вот как например закон силы среды или закон заражения и получается так что иногда мы представляем себе современную драматургию далеко не по всему спектру того что сейчас создается и публикуется а по как раз людям трендсектором то есть если вот мы с вами говорим о современной драматургию иногда это все стягивается к такому явлению как новая драма и в общем на этом и останавливается или зависать движение но тем не менее вот это вот идея моды в искусстве до литературной моды она действительно очень важна и вот мне показалось примечательным высказывание андрея могучего режиссера мне не нравится тексты новой драмы но мне интересны люди которые ею занимаются их как раз речь идет о том что может быть мне и не близко то что происходит современном литературном процессе но та энергия которая из него бьет она не может не ощущаться и конечно должно на мучить ну вот как пример вот реализации литературной моды приведу вам такую вот схемку я попыталась его представить девяносто девятом году в россии на известнейшем фестивале любимовка прошел драматургический семинар английского театра royal court театр занимается созданием документальной драмы или театра вербатим это драма которая создается путем разговора с реальными людьми выборки определенной социальной среды тексты затем максимально не обрадок не обработанном виде группируются и создается некая история ценность ее именно в том что она не придумана сохраняется живая речь и сохраняется вот это вот энергия тех людей которые тебе но предполагается искренне рассказали свою историю и вот с девяносто девятого года в россии начинается такой бум театра вербатим когда все вдруг стало казаться что вербатим пьесу создать очень просто это совершенно не просто вот говорю как участник этого процесса на самом деле очень сложно но тем не менее вербатим после того как он был реализован как некий драматургический семинар как некая новая практика вошел в практику фестиваль новая драма который просуществовал но довольно долго с 2002 по 2009 год расстался из-за того что один из членов скажем так организаторов новой драмы решил что мы слишком становится гламурной слишком модной но тем не менее вот за то время пока вербатим практика существовала в россии были созданы действительно знаковые вещи в частности это иллюстрация спектакля война молдаван за картонную коробку в силу пограниченности времени я не показываю фрагмент хотя хотела но вы обязательно его найдите посмотрите то есть это вот как раз чистый вербатим красавицы . dog это тоже вербательный проект его проще представить автор это вербатима брали интервью у женщин в которых все считают красавицами и они рассказывали свою историю о том как красавицы реально существовать в мире и оказалось что у красавиц то проблем гораздо больше чем у некрасавиц и вообще красота тут возможно ни при чем а как раз она сообщает некую глубину судьбе и это действительно интересная вещь но я не знаю мне кажется все таки что это больше женский проект но может быть мужчинам тоже будет интересно дальше мы должны обязательно учитывать отношения медиа среды вот о чем я говорила если пресса тебе не пишет у тебя в общем как будто бы нет редкий человек дойдет собственно до первого текста редкий человек возьмет и прочитает драму как таковую но гораздо больше людей подключены в принципе вот к этим вот инфоповодом то есть но где-то прошел спектакль отклики на этот спектакль очень часто мы вот в этих перекрестных ссылках и узнаем о том что что-то вот произошло но вот недавний скандал не скандал даже не знаю с постановка опереты тараканища например в центре мерхольда если вы о нем не читали но попробуйте прочитать составить свое мнение но тем не менее да вот такие вот трансепторы и вечные медиа поводы это конечно театр практика это google центр это театрами йозефа бойса и имеет смысл приехать если вы будете в москве в эти центры и посмотреть как организовано собственном пространстве потому что на семинарах создается драматургический текст даже если может быть вам это не нравится нужно попробовать посмотреть на свою цену какую-то применестили дальше естественно мы должны учитывать что современная драматургия как-то должна иметь выход это все-таки я настаиваю что это не гетто такое вот отдельно провалится сама в себе а если действительно что-то интересно и если мы прицельно посмотрим то окажется что в фестивале конкурсов то очень много знаем мы про них или нет это другой вопрос но тем не менее каждый год выпускается сборники этих конкурсов и там печатаются действительно актуальные произведения их интересно рассматривать и с точки зрения социологии наверное литературы но и сами тексты действительно интересно то есть их интересно читать даже если содержание вам не слишком нравится далее с терминами хотела бы я разобраться и вам их представить повторюсь современная драматургия это не равенство новой драме вот иногда современную драматургию равняет на новую драму как таковую новая драма это термин который появился в нулевые годы и обозначает некое фестивальное движение некое течение абсолютно конкретных людей которые в рамках этого фестиваля действует это действительно интересная кого-то драматургов я дальше представлю но тем не менее мы с вами должны все-таки избегать этого и вот если уж вы хотите говорить о современной драматургии как-то или называть все-таки лучше пользоваться терминами или новейшая драматургия актуальная драматургия все остальное это уже изыски исследователи то есть но вот интересно посмотреть да на постреалистическую драму или драматургический авангард но опять-таки это нужно просто понимать что вкладывается в эту концепцию мне кажется что современной драматургии и вот новой драмы 2 могло бы быть достаточно почему новая драма 2 если помните в конце 19 начале 20 века существовало явление новой драмы связанная с творчеством метрлинга стринберга чехова многих других и сейчас говорить о новой драме просто так уже нельзя действительно новая драма 2 что-то возникшие снова наружу на рубеже веков и как-то перевернувшие наше представление о репертуарном театре о том что может идти со сцены и поэтому если мы с вами сделаем вывод вот на этом этапе то получится что современный драматургический текст необходимо рассматривать вот в сфере вот этих вот самых правил практик не знаю как правильно сказать то есть мы должны учитывать сезонаправленное конструирование медийного образа автора если вы например посмотрите на выступление драматурга ивана вырыпаева это просто вот такая серьезная практика по выстраиванию себя как инопланетянина который неожиданно прилетел на нашу планету любит всех все религии приемли никого не ненавидит и это довольно таки странно когда читаешь его произведения возникает такой вот разрыв я думаю что ради этого конструируется или любые агрессивные выступления представители новой драмы когда они заявляют что только они лицо нового времени только новое то что они туда несут снесет гнили фиртуарного театра то есть мы должны понимать что это манифестирование это именно целенаправленно работу с медиа среды я попыталась вам представить вот такое вот поле современной драматургии условно их разделив на старших и младших драматургах отчасти это сделано по возрастному принципу а отчасти потому кто когда начинал то есть старший драматурги это все-таки 90-е годы а вот младший драматургии это нулевые годы вот я не случайно поставила василия сигарева первым как бы вы не относились к пьесе пластилин или кинопроектом типа жители волчок или вот последний комедии которую он представил под новый год снова с я на трояновой главной роли все исследователи все представители инсайдеры вот этого самого процесса продуцирования современной драматурги говорят о том что его пьеса пластилин она в каком-то смысле запустила оценку нашего нового времени показала изнанку вот этих так называемых сытых нулевых годов как про них сейчас говоря если вы еще не читали я все-таки настаиваю что это имеет весело сделать прям вот иногда можно переступить через себя но не все российские представители современной драматургии очень много украинцев и белорусов по многом потому что там их ставить довольно таки сложно проще поставить их у нас но вот тем не менее такую картину я вижу если смотреть где читать где можно найти современную драматургию то есть конечно же это журнал современной драматургии было бы странно если я не сказала это журнал ну как принято говорить отраслевой то есть он выходит шесть раз в год и в нем публикуются и результаты фестивалей и пьесы просто присланы в этот журнал некоторое количество челябинцев публикуются там и собственно говоря мне кажется благодаря публикациям мы о них узнаем здесь вот ну просто так получается дальше проект театральная библиотека сергея ефимова он тоже челябинец он получил приз нового драма 2007 года за лучшую электронную библиотеку в принципе мне кажется можно даже гордиться но там есть почти все могу сказать что про все все но почти все дальше тоже рекомендую вам журнал театра специальные статьи иногда и довольно сложно читать особенно переводные в силу того что есть много не адаптированной терминологии но тем не менее журнал урал вот этот журнал как-то игнорируют но я понимаю что новый мир может быть известнее но журнал ура действительно очень и очень не побоюсь этого слова крутой и он публикует совершенно не только уральских авторов он публикует всех российских авторов и то как он организован на мой взгляд заслуживает ну и вот электронная адреса мне вот понравился сайт он портал наверно правильно говорить электронный журнал ему всего год достаточно молодой называется он драматургия тут нет ошибки с двумя потому что это просто итальянское слово после даже не английская и вот на этом ресурсе публикуются и тексты пьес они не все новинки но там хорошие образцы современной драматургии если захотеть понять что это такое что очень важно там довольно много лицензий в том числе на европейские постановки если мы с вами подойдем современной драматургии с точки зрения такой институциализации то есть деление на школы течения то в таком самом общем приближение мне кажется что вот наверное стоит делить их так во-первых заслуживает внимание уральская школа драматургов николай я думаю что а николай калибе наверно знают все он уникален тем что это не просто такой человек оркестр который в сущности вот единственный на стране готовит профессиональных литераторов драматургов он еще и проводят фестивали имени имени себя типа коллега place он проводит фестиваль евразия и самое что интересно действительно выпускает драматургов видео доводит до постановок работает над постпродакшеновых спектаклей или как это называется что ушла в кино и школа драматургов то есть если мы говорим о школе там должно быть некое общее основание то есть почему мы их объединяем она действительно есть причем она понимаете не потому что они все вдруг подружились на как это иногда бывает а это одна тусовка какая-то драматургическая нет там именно стилевое родство которое выходит из николая калиды именно как такого пассионале все это действительно личность уникальная хотя как говорят очень-очень конфликт мне очень нравится драматургия тольятинского цеха но тоже когда я говорю нравится это не значит мне прям очень нравится ту среду та среда которую они изображают я буду говорить об этом чуть позже понятно будет в общем что на это не не может нравится но это тоже некая такая единая среда вот так получилось что в самаре и в тольятти выросло такое поколение драматургов у которых очень узнаваемый стиль они так выстраивают оппозицию нашему реальному миру довольно таки забавно и оказывается что в общем все имеет перевернутую некую мысль в общем но имеет смысл читать ливанов причем довольно много пишет для телевидения если вы смотрели фильмы гай германики он довольно много работы для нее работал для нее вместе с юрием клавдию сценаристами что кстати говоря все современные драматурги очень много работы для телевидения очень много пишут текстов для сериалов типа там какой-нибудь тоярки из чего-нибудь но обычно не указывают своими на титры но это правда дальше если мы с вами подойдем тематически на есть и такой подход современной литературе если мы подойдем тематически современной драматурги но какие темы я могу вам выделить но во первых тема личностной идентификации что это такое это я прошлом я в настоящем вот это вот я плюс я и я между вот это вот метатекстуальность этого я то есть вот это вот морфность я и фиксация этой морфности на каждом этапе если вы видели грешковца как я съел собаку мне кажется я могу быть уверена в том что вы ее видели то в свое время когда она вышла в конце 90-х это был действительно качественный прорыв и это кстати говоря тоже драматургия вербатим просто немножко такого другого рода она более исповедально это вот такой я вербатим то есть я выплескиваю и хотя грешковца сейчас иногда представляет как такую драматургическую попсу я все-таки прошу к нему так не относиться да то есть он в каком-то смысле стагнацию вошел то есть он все время производит некий такой продукт предсказуемый но тем не менее вот из уважения как я съел собаку давайте все-таки так не будет дальше естественно тема общественной идентификации я общество я и моя интеграция в общество общество на меня и так далее так далее вот это спектакль пойдем нас ждет машина юрия клавдива если я вам представлю этот текст уже там видит и будет примерно так две девчонки выпускной молодые они решают что жить так принципе незачем ничего все школа закончилась они решают как в кино пустить себе поле в лоб но перед этим они решают расцветить свою жизнь красками и едут кататься с каким-то непонятными субъектами на машине в результате они их насилуют вторая этих насильников убивает табуреткой и арматуренной по моему и собственно после этого они решают что вообще жизнь имеет смысл и как-то же есть там очень перспектива и свет конце тоннеля хотя и в общем вам так утрированно этот текст представила его безусловно надо читать в общем он довольно таки глубокий но тем не менее вот иногда современную драматургию представляет именно какую-то такую тотальную чернуху вечно кого-то насилуют кого-то убивают или безобразие россия вообще страна ужас в паноптикум уродов и безобразие это не совсем так хотя отчасти так конечно же но вот такой сентиментальный немножко держит дискурс в песе грекова муравицкого невероятное приключение юрий наташи почему взяла потому что тоже для девчонки тоже старшая школа и вот они вроде как уже выпустятся они решают продать душу дьявол уже не хотят как кино это кстати говоря такой мотив героев современные другие все хотят как кино не так как в реальной жизни а вот чтобы был драйв что там что-то вертел ну и чего мы в принципе продаются да не дьявол и можно знать что там дальше не расскажу чем закончилась принципе хорошо если вы понимаете что сентиментально но в общем вот примерно оба дальше еще один очень важный блок это конечно политическая драма именно он отчасти является таким модным современной драматургии но без него действительно нельзя представить потому что когда мы говорим о современности политика в современности все-таки ну играет роль чего уж мы будем скрывать один из самых громких спектаклей которые в этой в этом блоке может быть надо представить это час восемнадцать суд которого не было но который должен быть этот спектакль был представлен московском театре док и текст собственно создала елена грёвна современный драматург а суд посвящен юристу магнитскому я не знаю знакомы ли вы с его делом в общем довольно таки страшная вещь сейчас существует список магнитского да по которому ряд российских политиков запрещен к выезду в определенные страны и в общем этот спектакль только полу запрещен но вот если отвлечься прямо такой лобовой политичности да я бы вам очень рекомендовала прочитать пьесу жара натальи мошина на из уфы и пьеса интересна тем что она рассказывает о московских пожарах если помните вот горели несколько лет назад торфянники вот она об этих событиях рассказала завод то есть вот она предсказала картины вот то что в юрий марках это вот как раз таки то потом что было во всех новостных лет но суть не в этом а вот группа молодых людей она решает захватить заложников и продекларировать там некие демократические цены чтобы они рассказали и один из них что время один из них попадает кабинет некоего человека в сером который в общем говорит о том что но собственно сейчас вот не покажем вас по телевизору вас как бы и нет в итоге погибают один из героев погибает абсолютно бессмысленно и напрасно но вот попробуйте пьеса очень хорошо дела естественно это социальные страхи мы как только преодолели все свои животные страхи нам есть что по есть есть во что одеться перед нами возникает масса социальных страхов и вот эти социальные страхи драматургов интересуют это на самом деле интересные проекты но вот я вам предлагаю посмотреть на разного типа пьесы дурненкова пьесы экспонаты из маленького города типа города мышкин пытается сделать город экспонат и вот реакция жителей на это эту попытку для этих экспонатов и пьеса я боюсь любви ну тоже девочковская пьеса на самом деле но тем не менее реальные истории дальше проблема глобализации которая интересует автора по всему миру глобальная экономика магнитизация и так далее и так далее уральские драматурги братья пресняковы которые конечно уже так из урала не вышли очень востребованы драматурги по всему миру но например пьеса терроризм попробуйте прочитать преодолеть и себя если мы с вами посмотрим на другой подход современной драматургии то существует но он действительно литературовический но тем не менее нельзя не сказать процесс который связан как раз таки вот с проблемой высказывания первым процесс который представляет это процесс нарративизации драматургического текста то есть представляете себе ремарки это всегда комментарии это некий вторичный текст по отношению к тексту говорения да вот к ролям героя что называется в современной драматургии иногда ремарки становятся первичным текстом грамм рассказать некую историю до того как все начнется для авторов иногда очень очень важно я сделала скриншоты пьесы русская народная почта абсолютно классная пьеса ой не переворачивается почему не давай не подожму ну то есть вы понимаете еще вот пьеса не началась то есть это принципе хватило бы на отдельный рассказ другой процесс это наоборот процесс перформатизации процесс такой давлеющий наверно в современном театре когда текста может быть вообще одно предложение но она будет играться одно предложение в течение 10 и 15 и 20 минут и вот частности вот я предлагаю вам посмотреть на фотографию спектакля солдат павла крышко режиссер волкострелов поставил этот спектакль там одна фраза солдат пришел домой из армии в волнительную и дальше вам не вернулся и вот герой значит вот выходит к публике постоял произнес эту фразу ушел и дальше мы слышим как он моется в душе что-то там очень за кадром происходит замороз все то есть вот понимаете это спектакльный перформанс над этим в общем должны в современной драматургии довольно сложно говорить о жанровой идентификации то есть мы знаем что комедия драма трагедия ну знаем там синтетический жанр драма комедия современным авторам этого недостаточно они выходят за рамки вот этого нашего привычного жанрового восприятия и тогда появляется вот например такие же флеш комедия записки материалы спектакль история подлинных событий это конечно мы тоже должны учитывать дальше если мы с вами будем говорить о неких общих особенностях современной драм то мы должны отказаться от понимания драмы как некого такого элитарного момента о чем я говорила до театральной сумочки и шляпки современная драма рассказывает о людях которые смотрят те сериалы которые можно смотреть мы они смотрят те они слушают музыку которую можем слушать мы не говорят тем языком на котором говорим мы и вот если мы например не смотрели сериал breaking bad во все тяжкие сериал у школьного учителя который начинает варить наркоту потому что ему не платят за ртуаром то мы в принципе не поймем например пьесу зинзинова держите за руки или на руках потому что она создана отчасти по мотивам этого сериала если мы например не будем знать что такое ток-шоу ну я имею ввиду знаете ток-шоу типа какой делал ноги с окнами таки первые образцы всех этих ток-шоу то мы не поймем прекрасный спектакль варта новой маленького большая жрачка он есть кстати говоря на ютьюбе вы посмотрите но я вас предупреждаю всего больше 18 лет дальше естественно что современная драматургия не может представлять нам мир как некую не до конца заданную данность я бы так сказал мир как система симулятора точно мир который вокруг нас это мир который точно вокруг нас а может быть это вообще абсолютно не так может быть мы живем в неком черном-черном городе на черной черной улице как это происходит в пиесе турнинкова дальше никаких типичных представления о драме в отношении формы завязка-развязка кульминация развитие действия пролог и пилог в общем все что привычно скажем так думали про драм термина до других конечно же не относится актуальное деление в современной драме сцена или эпизод да то есть мы уже говорим каким-то кино языком языком кино текстом но тем не менее дружится сама форма которая привычно держит драму дальше это конечно общая тенденция в современной литературе но тем не менее никого современную драматургию не пытается воспитать вот никого если уж воспитают абсолютно случайно и поэтому спрашивать современную драматургию а какие ценности а чему она воспитывает подрастающее поколение как-то в общем абсолютно бессмысленно не актуально драматург доминику проводя семинары в москве драматургические сказал о том что весь мир сейчас страдает грехом интимизации а из-за того что модные антеграммные спектакли такие вот недоделки как бы недоделки потому что на самом деле это сделано спектакле вот из-за того что модно вот такая вот камерность в отношении современной драматургии очень много появилось лабораторных вариантов текстов драматурги иногда знаете как бы не доделывают в общем вот то что они могли бы доделать или искал ленингс получается что вот мы что-то сделали в уши судите получилось у нас или нет и вот связи с этим появился такой жанр представления текстов который называется чит даже существует специальный театр который называется драматург нас была идея создать такой же драматург театр в челябинске но пока мы ее не довели пределом тем не менее вот эта вот не сделанность представляется как некий факт искусства дальше еще одна важная черта современной драматургии это конечно шокотерапия очень большое количество героев современной драматургии это такие маргинальные личности то есть но может быть я какая-то такая вот слишком вот девочка такая не маргинально но когда я это читаю я понимаю что это не совсем про меня а драматурги которые это сочиняют они как раз таки говорят что они говорят о современном герое о том что современность представляет и вот было бы интересно услышать ваше мнение вот после начитки большого количества текста про нас ли это вот про нас ли пластилин например да происходящий на окраине такого большого провинциального мегаполиса и все таки не про нас и при этом вот это вот шокотерапия предельная черная действительность сопровождается таким неосентиментальным дискурсом когда из нас такую слезу давят и вот мы не можем ее не ронять и вот это вот сочетание шока и слезы создают уникальный пафос современной драматургии и я абсолютно без иронии почему вы сейчас представляю то есть это связать то очень серьезно дальше естественно для современной драматургии характерно иное отношение к языку естественно что огромное количество ненормативной лексики которая призвана адаптировать для нас разговоры различных социальных страх субкультуры так далее например язык преступницы язык бомжей или жарко работников телевидения и так далее вот в этом плане мне очень понравилась пьеса галины синькин и кто называется преступление страсти ее к сожалению вот я не нашла в сети но пьеса почему она очень привлекает внимание сам сюжет журналистка едет в колонию опрашивать преступниц которые совершили преступление на почве страсти и они рассказывают историю то есть почему собственно говоря там пырнула застрелила избила и так далее так можно короче совершилось самоубийство а у журналистки у нее есть своя проблема не изменяет ее партнер и вот она в процессе опрашивания этих вот самых преступник она начинает постепенно их примерять вот эти вот методы как бы она в общем своего вот этого вот партнера она бы его тоже бы подбачок и так далее все сделано очень динамично именно драматургически классно сделано потому что иногда вербатим распадается на фрагменты а здесь нет понимаете здесь есть некая единая идея когда вот преодолевается некая внутренняя наступает катарсис освобождается от вот этого представления о том что вот это мучило внутри а почему да вот выдвинули такую теорию что мат он же ведь несет определенную энергию это же не нормативная полно в смысле лексика когда мат появлялся это было ведь наоборот такая продуктивная энергия то есть отправить в послать на это же ведь переродиться понимаете просто вы подумайте это же вернулся к истокам но и вот для этого придумали реинкармировать термин платоновский карелкинезис но как раз таки вот об этом перерождении вот в этой вот энергии слова ненормативного ну а вы как хотите можете в общем думать об этом просто как о мате и ужас уже дальше уход у психологической драмы драме социальных вот о чем я говорила в тематическом блоке политическая драма просто удельный вес произведений которые о социальном он гораздо выше чем те произведения которые говорят вот о личном и это действительно очень важно потому что но авторы сами считают что если не муток тоже собственно говоря того что пока роман дойдет а пьеса она быстрее дальше почти не надо чем смеяться в современном драматургии вот так вот получилось что комического и комедии как жанра современной драматургии очень и очень мало то есть там если уж смеешься то ты понимаешь что ты смеешься ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху что-то драма интертекстуально это общая черта современной литературы можно говорить не об интертекстуальности а литературности современной драмы но в общем конечно же такой самый значимый точка отсчета является чехов но это просто так получилось в нашей культуре что чехов занимает огромное место и это конечно же переделки не меньше переделок скажем так шекспира и вот возникает такая ремейковость определенная в современной драматургии я вот предлагаю вам все-таки прочитать пьесу изображая жертву преснякову есть фильм я все-таки рекомендую пьесу потому что она по сути дела это такая вот реинкарнация пьесы гамлет с разговорами о том что нужно современному поколению то есть по идее вот нам с вами я посмотрела на то какие пьесы современных драматургов идут в челябин не знаю в общем интересно ли вам эта статистика мне было интересно не так мало вроде бы где-то 30 процентов репертуара наших театров это все-таки современная драматургия поэтому когда в интервью драматургии заявляют что их оставят мало нет их немало ставят нормально и так всегда было примерно 30 процентов всегда была современная драматургия совсем что ли отказаться от шекспира мне кажется что это было бы неверно но тем не менее то есть я видела все эти постановки я вам очень рекомендую мастерскую новой пьесы баба посмотрите их классический спектакль солдатские письма с этим спектаклем не объездили всю европу получили все мыслые награды и по сути дела это один из первых вербатимов который в полном смысле реализовался в россии причинами вообще впереди планеты всей на самом-то деле вот и чего ничего ну в общем я вам рекомендовала смотрите дальше сайт ну и вот я подготовила уж не знаю насколько это полезно для нас с вами будет такой топ топ-30 у меня по моему 30 лет современных российских драматургов прочитав которые вы точно будете представлять современный драматургический процесс здесь совершенно не только новая драма совершенно не только то что фестивалях вертится но это пьеса действительно важно и все любом отношении и в отношении вот этого деления на школы и в отношении тем которые они принимают я вам скажу какая нравится мне мне очень нравится дурненковы и дурненков синие слеса это просто супер пьеса она очень смешная кстати есть на ютюбе можно посмотреть спектакль и и и мне очень нравится пьеса вадима ливанова отель калифорния это просто потрясающая петь пьеса которую вообще лучше читать прямо в ключе вот эту песню отель калифорния группы и вот погрузившись в эту атмосферу его читаешь и ты понимаешь что но это абсолютно вот классно сделанный текст я даже не буду пытаться вам его передать то есть это вот именно про саспенс что-то вы в общем переживете как мне кажется читаю эту пьесу ну как понимаете здесь их не 30 то все в общем продолжается но здесь есть все политическая драма и вербате или драма начала 90-х годов и собственно говоря пьесы хиты типа пластилина так что в общем мне кажется надо попробовать надо попробовать прочитать иметь собственное мнение о том что вы происходит сейчас спасибо